Друзья, всем огромный привет! Вы на телеканале Беларусь-2. В эфире молодежный интерактивный проект Пин-Код. Меня зовут Герма Малышицкий. Ну что, будем начинать. Тем более, что сегодня в нашей программе огромное количество сюрпризов для тебя подготовлено. Заходи прямо сейчас на нашу страничку во Вконтакте и принимай участие в сегодняшнем интерактиве, потому что у нас в студии звезда всемирно известного цирка появится. Причем, кстати, это наш земляк. Все подробности совсем скоро, а пока заходи и задавай свои вопросы, которые тебя действительно волнуют. Ну а пока давай узнаем, что еще тебя ждет сегодня в нашей программе. Сегодня в программе. Трендовая игрушка своими руками. Как создать идеальный слайм в домашних условиях и можно ли заработать на продаже лизунов, расскажем через несколько минут. Цирк, цирк, цирк. В гостях Пин-кода акробат самого известного цирка в мире. Каково это, жить постоянно в разных странах? Расскажем. Сколько селфи можно публиковать в минуту и что делать, если тебе долго не отвечают на сообщения Вконтакте? Разберемся во всех тонкостях сетевого этикета в финале программы. Это Пин-код. Смотри, не пропусти. Готовы поспорить, что половина зрителей нашей программы сейчас в руках перед телевизором крутит вот такой вот слайм. А что, игрушка классная и самое главное популярная, а еще и очень даже полезная. Говорят, что она успокаивает. Впрочем, так это или нет, будем разбираться сегодня. А вот интересная новость. Оказывается, первые слаймы выпускала компания-производитель Барби. И было это 40 лет назад. Как вообще такая вот тягучка появилась? А оказывается, девочка, ей всего было 11 лет. Она была дочкой директора предприятия, который вот самые эти игрушки выпускает. Она придумала смешать все ингредиенты химические, в том числе и загустители, которые были на заводе отца. И, в общем-то, получилась такая игрушка. Правда, сначала она была зеленой и очень-очень быстро почему-то мутнела, да, и вообще теряла свои свойства. Ну, сейчас современные слаймы достаточно долговечны. Впрочем, многие говорят, что они не такие полезные, как об этом принято говорить. Давайте прямо сейчас разберемся, какие проблемы могут быть от этой игрушки. Вы просили, мы рассказываем. Слайм. Эта модная сейчас игрушка появилась еще в 70-х годах прошлого века. Наши родители тоже любили тянучку. Только называлась она лизун. Из-за сходства с героем мультсериала «Охотники за привидениями». Погоди, лизун! Не лезь! Лизун, он же слайм, в первую очередь нужен для того, чтобы снимать стресс. Но, к сожалению, для некоторых длительные игры с тянучкой могут быть небезопасны. Ребята, которые часто играют со слаймом, приходят к нам на прием. И когда мы пытаемся видеть причину проявления высыпания у них на руках, то довольно часто оказывается, что причина – это непосредственно воздействие слайма и контакт кожи непосредственно с этим веществом. Сказалось бы, безубидным веществом. Да, слайм действительно оказывает антистрессовый эффект, но все-таки, если мы столкнулись с проблемой высыпания, энергетической реакции, если доктор вам запрещает однозначно снимать стресс непосредственно при помощи слайма, то мы вполне можем заменить его на карандаш, на какие-то бусы, может, на какую-нибудь мягкую игрушку, сделанную из ткани, которые не раздражают кожу ног. Но мягкие игрушки и бусы сейчас не в тренде. И заменять ими модные слаймы многие категорически не готовы. Что ж, тогда будем искать безопасную альтернативу. Если вообще никак не хочется отказываться, ведь это же так современно, да, можно попробовать готовить слайм под важными условиями. Все-таки там будет меньше консервантов, меньшая концентрация того же вора. Кстати, по многочисленным исследованиям, довольно часто именно вор, который входит в состав слаймов, он является самым активным раздражителем. Плюс различные красители, консерванты, которые добавляются в слайм, чтобы он дольше хранился. А если вы будете готовить самостоятельно в слайм, то все-таки меньше шансов, что у вас могут возникнуть различные аллергические процессы. Но помните, срок жизни домашнего слайма недолгий – всего 3-5 дней. И все это время игрушку желательно хранить в темном месте, а лучше в холодильнике. Если мы играем со слаймом, антистресс, разминаем рукав, да, расслабляемся, то обязательно моем руки до того, как мы будем расслабляться со слаймом, играть с ним, ну и, конечно, после. Если мы видим, что слайм изменил цвет, на нем образовались какие-то белые вкрапления, там, по типу плесени, что довольно часто бывает при неправильном хранении, то однозначно не пытаемся его как-то реанимировать. Все-таки лучше избавиться от такого слайма для нашей кожи, это будет намного полезнее и безопаснее. Если придерживаться этих простых правил, вреда антистрессовый слайм не принесет. Осталось научиться делать игрушку своими руками. Этим мы займемся через несколько минут. Давайте-ка еще раз повторим правила безопасной игры с этими классными и приятными слаймами. Значит, во-первых, давайте разбираться. Что бы ни случилось, где бы мы ни были, обязательно мыем руки перед тем, как этот слайм взялся. Я вот, например, перед эфиром помыл. Это значит, что, в общем, плесень и так далее, там ничего не заведется. Это первое правило. Соблюдаем срок хранения. У всего есть срок годности. И у слайма в том числе должно быть написано на упаковке, сколько этот самый слайм можно хранить. И, конечно, если вдруг этот слайм изменил структуру, стал каким-то другим, необычным, лучше его сразу выкинуть. Потому что это действительно может привести к каким-то заболеваниям. Потому что, ну, потом этими руками можем еду какую-то взять. В общем, лучше вам этого не знать и не делать. Ну, а чтобы вам было не жалко выбрасывать эти самые слаймы, мы совсем скоро покажем, как их можно делать своими руками. И гораздо дешевле, чем в магазине. А заодно можно и различься. А пока давайте отправимся в гости к девочке, которая из вот этих вот баночек сделала настоящий бизнес. Меня зовут Мигай Валерия, мне 11 лет. Я учусь в шестом классе, люблю плавать, рисовать и также занимаюсь в двух киношколах. А последние два года начала увлекаться слаймами. И полгода веду свой блог в Инстаграме. Инстаграм Леры, конечно же, посвящен трендовой игрушке-липучке, которая уже принесла нашей героине доход. Но обо всем по порядку. Первый слайм, который я увидела, мне подарила моя сестра. Мне он очень понравился. И я начала смотреть разные видео в различных соцсетях, как делать слайм. Долго у меня не получалось, потому что я брала не ту марку клея, либо неправильно загущала слайм. Но один раз у меня он схватился, то есть получился. И я была просто на седьмом небе от счастья. Я была, мне казалось, самым счастливым ребенком на свете. Первые слаймы Лера дарила друзьям и одноклассникам. А вскоре создала страничку в Инстаграме с предложением провести мастер-класс по созданию игрушки. Предложения появились тут же. На мастер-классе самое большое, сколько я зарабатывала, это было 500 рублей белорусских. Я этим деньгам была очень счастлива. Для меня это были первые деньги. Я была на седьмом небе от счастья, как я уже говорила. Продажа слайм через Инстаграм – это примерно 4 белорусских рубля, то есть на 80 миллилитров. Но решать финансовые вопросы без помощи взрослых Лера не советует и рекомендует привлекать родителей к своему домашнему бизнесу. В Инстаграм очень большая вероятность нарваться на мошенников, и взрослые видят, что Инстаграм – ребенка, что ребенка можно пригласить на мастер-класс, соответственно, ему где-то воспользоваться и не заплатить за ее работу. Поэтому о всех договоренностях мастер-классах, конечно, со взрослыми общаться должны взрослые. И, конечно, я ей помогаю. Но свой почти взрослый бизнес Лера начала без маминой помощи. В интернете Лера наткнулась на творческий конкурс от магазина со слаймами. Можно было сделать творческое видео и выиграть различные добавки и клея для слайма. Я, конечно же, поучаствовала в этом конкурсе и выиграла там призовое место, где получила много различных призов. Примерно через два месяца я прошла у них отбор на слаймы. То есть им надо было отдавать слаймы, и они решали, пройду я к ним или нет. И, видимо, какие-то эксперты решили, что у меня хорошие слаймы. Я этому была безумно рада. И сейчас я продаю слаймы в этом магазине самостоятельно. Не волнуйтесь, любимое дело не отвлекает Леру от еще бы. Создание игрушек занимает немного времени. Каждую неделю я отдаю в этот магазин примерно по 12 слаймов. На этом мне уходит примерно час моего времени, чтобы сделать идеальную базу для слайма и украсить ее различными добавками. За этот месяц работы в этом магазине я заработала примерно 50 рублей, и все свои деньги я оставляю на билет в Японию. Я мечтаю туда полететь. Ай да Лера, ай да молодец. Все-таки есть в ней какая-то предпринимательская жилка. И любимым делом занимается, и, в общем, еще зарабатывает. Кстати, она мне дала вот тут слайм один на тест. Да я смотрю, вообще классная штуковина. Вот я теперь понимаю, почему они так популярны. Раньше как-то мне было все равно. А сейчас модная действительно вещь. Тем более, что я знаю, что сейчас есть огромное количество трюков, которые можно с ней выполнить. Есть даже целые чемпионаты по трюкам, которые, в общем-то, с этими самыми слаймами и проходят. Вот, кстати, здесь есть такая штуковина, я попробовал уже делать. Это когда мы берем эти слаймы и вот так вот их перекидываем. У меня, конечно, не очень это получается, но вот у девочки, я смотрю, все достаточно хорошо. В общем, тренируйтесь, присылайте свои, ой-ой-ой-ой-ой, присылайте свои результаты. И я думаю, что мы обязательно их покажем в эфире нашей программы. А пока, а пока, давайте мы с вами поделимся, как вы и просили, рецептом идеального лизуна. Наша Катя Додеркина раскроет все секреты. Каждый, кто хоть раз пытался сделать слайм своими руками, знает, что дело это непростое. Но сегодня мы откроем вам секрет, благодаря которому можно сделать идеальную игрушку с первого раза. Первое, что нам нужно, это подготовить клей. У нас есть белый клей и прозрачный клей. Так как ты делаешь слайм впервые, я тебе дам белый клей, потому что из него легче делаются слаймы. А себе возьму задачу потруднее. Запоминаем первое правило. Новичкам лучше выбирать белый клей ПВА. Для основы нам понадобится примерно 100 мл. Переливаем в миску и тщательно вымешиваем до тех пор, пока клей не станет идеально однородным. Следующий шаг – размягчитель. Когда мы добавляем его в клей, у нас слайм лучше сворачивается. То есть не разными отдельными комками, а одним шариком. То есть если мы размягчитель не добавим, у нас слайм свернется одним большим комком, который очень густой. Его уже будет труднее всего размягчать. Вместо него можно использовать что-нибудь, если у нас нет возможности купить в магазине такую штуку? Да, конечно. Можно использовать либо крем для рук, либо зубную пасту. Но добавлять их нужно понемногу. На 100 г клея нам понадобится пол чайной ложки зубной пасты, крема или специального размягчителя для слаймов. Благодаря ему клей на глазах становится более жидким. Снова тщательно перемешиваем. И сейчас самый важный этап. Мы должны добавить активатор. Я знаю, что вместо активатора многие используют обычный стиральный порошок. Так можно делать? Нет, нельзя. Почему? Потому что любой порошок может вызвать сильную аллергию. Нам это не нужно, поэтому активатор покупаем в специальном магазине. И с ним действует главное правило. Не переборщи. Добавляем по одной капле и вымешиваем до тех пор, пока масса не начнет отлипать от стенок. Лера, а что делать, если вы переборщили с активатором, и у нас получился слишком густой слайм? Эта ситуация исправима. Можно добавить размягчитель, который мы добавляли в клей. И в руках мы продолжаем разминать будущего лизуна до тех пор, пока он не перестанет прилипать к рукам. Кстати, когда вы будете доставать ваш слайм из тарелочки, лучше всего смазать руки активатором, чтобы он не так сильно прилипал. Что прилипает? Тогда снова добавляем каплю активатора и продолжаем разминать. Я уже вымешала свой слайм. Он получился очень классный и хрустящий. А почему он хрустит, кстати? В слайме набираются большие пузырьки воздуха и лопается. При этом получается такой приятный звук. А у меня нет такого звука. Надо набрать пузырьки слайма, так его растянуть. А-а-а! Тогда у нас все получится. И теперь соединить. В ход могут идти красители, цветная глина, блестки и так называемые фима. Яркие наполнители из полимерной глины. Выбираем на свой вкус и украшаем слайм. Вау! Всего 15 минут, да? И у нас получаются вот такие идеальные слаймы. Попробуйте наш рецепт. Вот зря я в школе химии не учил. Кто же бы бизнес на каких-нибудь слаймах сделал, так скажем? Ну а мы предлагаем тебе, коль уж у тебя сейчас может быть нет слайма под руками, скачать приложение оказывается тоже. Действительно с помощью него можно играть со слаймом. А в частности, вот такое есть приложение недавно появилось. Это виртуальный слайм с помощью смартфона. Можно его мять. Кстати, смотрите, как это выглядит. Ну, мне кажется, это какое-то немножко извращение. Да, можно выбрать цвет, любую основу и так далее. И тоже, говорят, интересно. Тоже успокаивает. А почему бы и нет? Если хотите успокоиться, такой слайм, я думаю, вам тоже поможет. Только не забудьте руки после смартфона помыть. Поверьте, на нем тоже огромное количество разных микробов. Со слаймами на сегодня закончено, теперь мы все знаем, как же их сделать, как купить и даже как на этом заработать. Мы прервемся на небольшую паузу, а сразу после нее в эфире программы «Пин-код». Наш гость, звездный гость из всемирно известного цирка. Что он нам расскажет, узнаешь совсем скоро. Оставайся с нами. Друзья, от «Пин-код» мы по-прежнему в прямом эфире. Где-то на просторах интернета я нашел информацию о том, что у детей с 8 до 12 лет спрашивали, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И 20%, знаете, что сказали? Хотят быть артистом цирка. Сегодня у нас в гостях человек, которого мечта сбылась. Мы встречаем белоруса, представителя всемирно известного цирка. Кирилл Шатов у нас в гостях. Кирилл, привет тебе огромный. Привет, привет. Не просто так мы позвали Кирилла, совсем скоро можно увидеть в грандиозной постановке. Шоу «Кристалл», по-моему, насколько я знаю, называется. Это просто феерия, льда, акробатики и так далее. Об этом сегодня будем говорить в ближайшие 20 минут. Кирилл, привет тебе огромный. Привет, привет. Как это говорят? Приветствуем на земле-то родной белорусской. Кирилл, давай с тобой пообщаемся. Кирилл, ты расскажи, пожалуйста, ты в детстве мечтал быть артистом цирка, а ты сейчас акробат. Вот звучит очень красиво. Да-да-да, я раньше занимался спортивной акробатикой. Это был прям профессиональный спорт. Я очень много отдал этому времени. Были достаточно хорошие результаты. Мы выигрывали большое количество соревнований. И вот когда наша спортивная карьера подходит к концу, в основном это цирк Дюссалей, это самая престижная площадка для нас, для акробатов попасть именно в этот цирк. Это предел мечтаний. Поэтому я отправил свое видео в кастинг. И через два месяца буквально со мной связались и пригласили работать в сервис Олей. Как быстро? Ты уже два года, насколько я знаю, работаешь. Да. Давай немножко поговорим о той программе, которую предстоит увидеть белорусам. Но это какое-то магическое шоу. Я по новостям недавно слышал, что вы привезли сюда 21 тонну оборудования. 21 фуру оборудования вы привезли. Да, а что-то около 500 тонн оборудования вообще приедет. Это грандиозное световое шоу. Это шоу, совмещенное с фигурным катанием, экстремальным катанием, акробатикой. Это грандиозное световое шоу. Можно долго говорить, но лучше один раз увидеть. Давайте прямо сейчас посмотрим, что же ждет всех белорусов совсем скоро. На этой неделе, кстати, шоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну, действительно, такое зрелище, я скажу. Вот даже смотришь по телевизору и кажется, что уже масштаб просто поражает. Будем общаться? Давай узнавать. Я так понимаю, что вы уже с этой программой отъездили огромное количество стран. Это и Америка, и Канада, и вся Европа, правильно? Да, да, все верно. Ты же работал и в прошлом шоу, да, цирка. Как зрители сейчас реагируют? С восторгом тем же? Да, конечно, вообще зрители приветствуют нас очень открыто, очень прямо эмоционально. Приятная работа для них, особенно когда публика в конце встает, и ты понимаешь, что зрители... В таком ритме, что ты ездишь между цирком и так далее. В Беларуси ты часто бываешь? Выдается побывать? Да, у нас очень, кстати, хороший турплан именно в цирке. Мы примерно где-то два месяца работаем и на две недели заезжаем домой. Нас распускают на отпуск, поэтому... Прекрасно, прекрасно. В Беларуси вы приехали, я так понимаю, вчера, а выступление будет пятница, суббота и воскресенье, правильно? Да. Первый вопрос от наших зрителей, давайте его посмотрим, как раз связан с графиком работы в цирке. Послушаем. Сколько дней в неделю вы работаете и по сколько часов? Огромное количество репетиций. Мы перед тем, как выходить уже конкретно работать в шоу, мы много раз прогоняем это шоу. Мы приходим в арену примерно в 10 часов утра, и репетиции начинаются одна за одной. Чтобы вы понимали, шоу начинается в 8. Вот. Работаем мы в основном обычно со среды и до воскресенья. Шоу может быть в неделю от 5 и до 9. Ну, просто многим кажется, что вот цирк, который гастролирует, это один раз шоу поставили, приехали в страну, отработали и уехали. Получается, вы с утра до вечера, это же как можно выдержать? Это ужасно, по несколько шоу есть. Это не про цирк, где солей. Цирк, где солей построен реально на самых мелочах. Именно это и хореография, и мейкап-классы. Мы практикуемся во всем. И непосредственно не надо забывать про акробатику. Много тренируемся. Хорошо. Ну вот у вас акробатические номера, я видел там люди на стульях, как-то вот тоже это те, кто эквилибристы, да, и так далее. И у тебя... Ты вообще в чем участвуешь? В каких номерах? Я именно работаю... Один из самых таких сложных, экстремальных актов, это подвесные пилоны. Это пилон, он в высоту около пяти метров, и он раскатывающийся, он идет как маятниковый пилон. И в верхней точке мы выпрыгиваем, это на высоту около восьми метров, и приземляемся на сходовой мат. Ну, повсюду лед. Это опасно. Это опасно. Хорошо. Следующий вопрос, кстати, связан, опасно или не опасно работать. Давайте послушаем его. Работа в цирке, это опасно? Это, конечно, всегда опасно, но у нас очень много, я напоминаю, тренировок, тренировки, все выполняются со страховкой. Пока ты из 10-10 не выполняешь элемент со страховкой, тебя никогда не выпустят в шоу. Поэтому мы выполняем большое количество элементов со страховкой, и уже непосредственно в шоу мы работаем, да, без страховки, для того, чтобы это было зрелищно, красиво. Ну, вот всегда хотелось побывать в закулисье цирка. Я думаю, что у зрителей пин-код будет такая возможность, в пятницу мы там побываем, в первый день, собственно говоря, подготовки. И обязательно в пятницу уже покажем, как все это выглядит по ту сторону сцены. Ну, а пока следующий вопрос за зрителей, более подробно вот на эту тему поговорим. Правда, что вы сами себе грим по часу наносите, и как вы готовитесь к шоу? Да, да, перед тем, как, наверное, выйти в шоу, мы наносим грим сами себе. Это занимает действительно около часа. Это распечатка 15 листов, и так называемый степ-бай-степ мы выполняем, выполняем так называемый мейкап. Так, а у тебя, по-моему, где-то в инстаграме было, да? Вот, да, где вот селфи в красной кофте, вот это было. Вот, да, как выглядит грим. Давайте посмотрим. Странно, я тебе скажу так, вызывающе. На это занимает у меня ровно час. Ровно час. Ровно час. А для чего у вас такой яркий грим? Чтобы видно было, да, все эмоции там и так далее? Да, я напоминаю, что все построено на мелочах. Это хореография, это грим, это свет, ну и, конечно, сами трюки. Хорошо, следующий вопрос за зрителей программы Пинкот. Вы постоянно гастролируете. Вам удается посадить города, в которые вы приезжаете? Вы же, получается, три дня где-то, да, в городе отдыхаете пару дней и потом уже работаете? Начинается непосредственно шок, да, потому что, когда идет установка арены, это примерно занимает семь часов. Но пока транспортировка и все такое, поэтому, да, у нас есть всегда два дня выходных для того, чтобы посмотреть город. Про подготовку поговорили немножко, а как вы вообще в цирке живете? Потому что вот для меня непонятно, то есть у вас, по сути, нет дома, вы всегда живете в отелях, получается, и переезжаете между странами? Ну, отель максимально комфортабельный, всегда очень хорошие условия, один человек, один номер, есть место свое, скажем так. Ну, получается, не друзей особо, не знакомых, ну, только тех, с кем работаешь, потому что постоянно же в разных частях света, как это со всеми удается общаться? Ну, классно, у нас 25 стран вообще работает именно разных людей, это разная культура и разный менталитет, поэтому мы со всеми общаемся, находим общий язык, это интересно, это мой английский, прям взмахнул ввысь, когда я начал общаться с нашими... Девочка Аня в нашей группе во Вконтакте спрашивает, а вот где приходилось выступать? Самые интересные места, вот где в жизни удалось побывать вместе с цирком, вот понравилось? Может, кто-то в путешествии отправится и вот... Для меня это было Мексика, потому что, как люди в Мексике, априори снега нету, и они когда увидели ледовое шоу в Мексике, для них это был огромный восторг. Наверное, приходили, пытались там перелез потрогать. Да-да-да, у нас есть реприза, когда клоун выходит и бросает снежки в зал, и они прям за этот снег прям хватались, держались и пытались. Интересная история, ну, белорусы к снегу тоже уже, знаешь, у нас это, я скажу, такое редкое явление, мало кто слышал о нем и видел, как вообще это все выглядит. Хорошо, следующий вопрос от зрителей программы «Пин-код», давайте посмотрим его. У вас есть друзья вне работы? Вы же постоянно в разъездах. Вот о чем мы и говорили, да. Наступил век высоких технологий, конечно, я всегда общаюсь со своими друзьями дома, большое количество, меня жена всегда звонит, ждет меня дома. У вас есть жена, Кирилл? Да. А как, как, она с вами работает? Нет, 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 она... Самое интересное начинается в нашей программе. Как вы вообще контактируетесь с ней, общаетесь? Век высоких технологий, да, скайп, ватсап, все, что возможно, поэтому 24 на 7 я постоянно с ней направляюсь. И сколько вы ее не видите в месяцах? Два месяца примерно не вижу и две недели вижу. А с собой взять нельзя, у вас же все равно номер. Иногда она приезжает. Да? Да. И это для нее очень хорошая возможность попутешествовать. Ну, говорят, что это прямо исключение, что обычно артисты вот так вот, по сути, как раньше говорили, знаете, бродячий цирк ездит с одной стороны в другую и все. Ну, может быть. Ну, у вас мало кто так вот удаленно встречается там и так далее. Ну, у нас много всех друзей всегда во всем мире, потому что я занимался профессиональным спортом, поэтому у меня после спорта осталось очень много друзей по всему миру. Я знаю, что в вашей, так скажем, цирке, да, ездит огромное количество персонала, и вот наши группы во ВКонтакте спрашивают. Расскажи, какие самые необычные профессии вообще есть в цирке? Ну, кроме акробата, может, мы не знаем каких-то людей. Это техники. Это самая сложная работа, я думаю, это у них, потому что организовать это все, построить арену, чтобы видели, как эта арена строится в убыстренном видео, это прямо колоссальное удовольствие. Вот они лазят тоже по всем этим конструкциям, все строят эту арену. Ну, это тоже сложный труд для того, чтобы построить вот это, непосредственно сам трюк, который я выполняю на маятниковых пилонах. Ага. Это тройное сальто назад. Тройное сальто назад. Да. И много людей в мире так могут быть. И налет. Именно на такой конструкции я не уверен. Ну, выглядит, да, действительно потрясающе. Тройное сальто, и потом надо вот так красиво приземлиться. Следующий вопрос за зрителей программы. Почему у вас в цирке нет животных? Кстати, это вот очень популярный вопрос. Это прямо с основания цирка Дю Салей. Прямо с 1984 года. Гилла Либерте никогда не использовала животных. Поэтому человеческий труд всегда ценится. И получается колоссальное шоу, которое известно на весь мир. Ну, такая достойная политика, я скажу. Потому что всегда легче прикрыться. Вот слон идет и так далее. Все, он заполняет внимание. С людьми немножко сложнее. Вета спрашивает. Все ли получается? Бывали ли случаи, когда у вас что-то не получалось и заканчивалось иногда даже травмами? Вот мы говорили, что это уже опасно. Нет, травм, к сожалению, не к счастью. Травм к счастью у меня, конечно, не было. Но смешные случаи были. У нас есть такая постановочка небольшая. Там, где мы на скейтах по льду катаемся. Вместо колес коньки. Коньки. Да. И я падал с него, ну, раз в десять. Но это было достаточно смешно. У меня даже есть нарезка видео. Прямо во время выступления? Да, прям во время выступления иногда так получается. А как зрители реагируют? Они, наверное, не замечают? Иногда не замечают, иногда замечают. Да. А вы потом пересматриваете шоу? Как вообще вы работаете? Да, да. У нас на бэкстейже есть телевизор, который каждое шоу всегда записывается. Можно всегда посмотреть свои трюки, всегда какую-то оценку, анализ провести. Поэтому у вас каждое шоу в церкви записывается. Вот я, кстати, смотрю, я так понимаю, уже номер с нового шоу. Вот это вот, правильно? Это бумеранг мой. А, это бумеранг. Хорошо, не будем открывать. Но в любом случае можно зайти сейчас прямо Кириллу в Инстаграм, полистать ленту столько интересных фотографий, столько интересных разных мест. И, конечно, шоу просто грандиозное. Ну, вот я тут тоже смотрю, что вот это тоже, да? Это предыдущая шоу. А давай вообще поговорим немножко о том, как попасть в цирк. Многих интересует. Вот ты действительно выступаешь, такие трюки делаешь. Как попасть? Вот кто-то захотел спортом, занимаются же многие. Очень большой список вакансий в цирке Дюсселей. От танцоров, от клоунов, акробатов. Сейчас ушу набирают ребят. Поэтому большой список вакансий. Просто открывайте сайт кастинга, забрасывайте свое видео, забрасывайте резюме. Каждому отвечают. Поэтому... Сам готовишь, да, я так понимаю? Да, сам готовишь видео. Мое видео было около 9 минут. Именно со всеми трюками, которые я умею делать. И все, буквально я говорил. Буквально через два месяца со мной связались и предложили работу в цирке. Ну, это такой вот путь, так скажем, не цирково-профессиональный, так скажем. Вот есть следующий вопрос о зрителе. Может быть, ты на него ответишь? Где учат на артистов цирка? Чтобы прийти, научили, а потом поедешь и работаешь. Не все же сразу спортом с детства занимаются. Да, конечно. Есть цирковые училища, есть цирковые колледжи. Там, где очень много жанров в цирке, надо не забывать, что есть и жонгляш, и колесо сира. Ну, большая разновидность цирковых жанров. Поэтому есть цирковые училища, цирковые студии, в которых обучают этому всему. И всех милости просим в цирк. Вот у нас тоже зритель спрашивает по поводу того, вообще иногда же не хочется выступать. Правильно? Вет спрашивает, а что делаете в такой ситуации и вообще как у вас способна работать? Тяжело действительно работать в цирке? Такой адский труд, так скажем. Это да, это действительно сложно. Но хочу сказать, что когда уже выходишь на сцену, когда уже выходишь работать перед зрителем, вся какая-то лень, усталость, она улетучивается, ее действительно как рукой снимают. Чувствуется энергия от зала, и заряжаешься, и поэтому работаешь шоу надеетно легко. А есть какие-то традиции у артистов цирка? Может быть, то, что вот так морально поддерживают, там сувенир с каждого города, где бывали привозить, или что-то еще? Да, конечно, это банально магнитики, у меня весь холодильник уже скоро, наверное, дверька отвалится. Потому что весь холодильник завешан магнитикой. Я слышал, что у вас еще, помимо того, что здесь традиции, есть жесткие правила в цирке. Если их нарушишь, там вплоть до увольнения и так далее. Вот расскажи немножко о них. Я думаю, это будет максимум за нарушение какого-то режима. А так все построено на самосознании. Все взрослые люди. Ну, у вас условно есть будильник, вам надо проснуться в столько, и там всех поднимают. На шоу пазу давать ни в коем случае нельзя. А за сколько вы приезжаете? За полтора часа минимум. Это если у тебя нет репетиций, либо если у тебя три шоу в день. Комендантский час есть? Да, да. А во сколько надо вернуться? В номер там? А, нет, нет, такого нет. Такого нет. Ну, все после работы все-таки усталость она чувствуется, она накапливается. И после работы все идут домой. В лифте можно ездить, чтобы не застрять там, не дай бог, в арене какое-нибудь? Да, конечно, можно ездить. Но всегда есть какая-то замена. Очень грамотно построена сама структура цирка, что всегда можно кого-то заменить. Поэтому форс-мажоры бывают. Следующий вопрос от зрителей программы «Пинкод». Как попадают к вам в команду? Поговорили немножко об этом. Может быть, как вообще это технически происходит? Просто отправить и все куда отправлять? На сайте каком-то это? Да, это сайт кастинга «Цирка Дю Солей». Он огромный, еще раз напоминаю. Большое количество вакансий открыто именно. Поваром, например, наверное, можно стать. Я знаю, почему бы нет команды в Бридже и Ди. Почему бы и нет, да. Так же ездить, так же смотреть. Мы возим с собой прямо кейтеринговую службу, которая готовит нам кушать, потому что меню каждый день разное. Нам все время готовят, именно чтобы мы держали форму, были физически в хорошей форме. Всем так интересно, вот что артисты едят, ведь вам же надо постоянно быть в форме. Вот есть запретные продукты, вот говорят вам, нельзя есть, форму потеряете. Нет, ни для кого нет. Все опять же построено на самосознании. Сам за собой следить, чтобы мог четко и круто выполнять свою работу. Поэтому стараешься следить за собой сам. У вас получается огромная команда, да, с вами есть? Кто это? Повар, технический персонал, менеджмент, то есть у вас... Сто человек. Сто человек. Это практически весь самолет дойти, да? Да, да. Вам, наверное, очень заранее надо места в самолете выкупать, чтобы все сто улетели. Следующий вопрос от зрителей программы. Говорят, что многие артисты уходят на пенсию уже в 30 лет. Что вы будете делать на пенсии? Я вот с этим бы поспорил. Есть огромное количество случаев, прям акробаты выполняют сложнейшие трюки в 45 лет. Это я снимаю шляпу просто перед этими людьми. Это колоссальный труд, колоссальные возможности человека. Но у меня есть образование, я получил хорошее высшее образование в университете физической культуры. Поэтому в перспективе я планирую быть тренером по спортивной акробатике. Интересно, интересно. Спасибо большое, Кирилл, что пришел сегодня к нам в гости. Рассказал про новое шоу. Зрители его могут увидеть совсем скоро в Минск-Орении. Но пройдет пять грандиозных шоу ждут белорусскую публику. Это пин-код «Не переключайся» совсем скоро. Мы продолжим, разберем правила этикета в социальных сетях. Друзья, это пин-код. Мы по-прежнему работаем в прямом эфире телеканала «Беларусь-2». Вот расскажите мне, вы когда-нибудь подходили к какому-то незнакомцу на улице и говорили, что вам не нравится его одежда или прическа? Я думаю, что нет. Хотя в интернете такое бывает часто. Вот я, например, сейчас открыл ленту комментариев в своем смартфоне и почитал, что мне пишут, в общем, там. И оказывается, что много всяких неприятных вещей. А ведь делать это, ну, крайне не стоит. Да и вообще, интернет – это такое же общественное место, как кафе, ресторан, прогулка какая-то и так далее. Надо вести себе там подобающе. Вот, в общем, как это делать, разбирается наш коллега Кать Тадыркина. Делать это, в общем, что-то постоянно. И я думаю, что многие знают, что писать всякие гадости, хамить и так далее – это некультурно. Но есть другие правила, о которых мы часто забываем. Вот о них предлагаем поговорить прямо сейчас в эфире программы «Пинкод». Внимание на экран. Каждый хоть раз в жизни делал это. Желание фотографировать себя зачастую сильнее здравого смысла. К счастью, этикет не запрещает красивые селфи. Но делать их в лифтах, примерочных и санузлах не стоит. Каким бы красивым ни было отражение в зеркале, воздержитесь от фото. Тем более, что туалета и лифта Локи давно вышли из моды и стали анти-трендом. Также помните, в вашей ленте, и в галерее телефона, кстати, тоже, не должно быть никаких фотографий на фоне мемориальных сооружений и памятников трагическим событиям. Это, как минимум, выглядит кощунственно. Но если вы оказались на крутом мероприятии, фотографируйтесь на здоровье. Главное, не публикуйте 10 снимков в минуту. Чтобы отметить это крутое событие, достаточно сделать один пост. Ну или один пост с 10 фотографиями в карусели, если уж совсем не можете определиться. После встреч и вечеринок с друзьями очень хочется поделиться с миром крутыми фотографиями. Но прежде чем нажать кнопку «Опубликовать», согласуйте снимок со всеми, кто есть в кадре. Вполне возможно, ваша подруга не захочет красоваться в ленте с полузакрытыми глазами или открытым ртом. Это ее право. А теперь больная тема для блогеров и их подписчиков. Поднимите руки те, кто устал читать под постами просьбы о сердечках и слышать... Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И, конечно же, подписывайтесь на мои другие социальные сети, ВКонтакте, Инстаграмчик. Пишите мне в комментариях, что я красивый, хороший, добрый. Да, выпрашивание лайков – дело неблагодарное. Поясню, лайк – это своего рода комплимент. Но ведь в реальной жизни мы не уговариваем друзей похвалить наши новые джинсы или прическу. Вот и в интернете такое поведение ни к чему. Намекнуть можно, просить не стоит. То же самое касается и участия в конкурсах. Бывает, решит наш знакомый в борьбе за смартфон поучаствовать. И начинает писать день-деньской. Голосуйте, лайкайте, делайте репосты, переходите по ссылке. Ну, чего вам стоит, а? И отказать неудобно. И тратить время на пустые клики мышкой тоже не хочется. Чтобы не ставить окружающих в такую неловкую ситуацию и не вызывать у них раздражение, старайтесь избегать выклянчивания голосов. Это не только невежливо, но и нечестно по отношению к другим участникам конкурса. Никогда не отправляйте сообщения по одному слову. Пожалуйста. Сформулируйте мысль и только потом отправьте сообщения. В этом нет ничего сложного. А если кто-то не отвечает вам слишком долго, не нужно забрасывать с человека сообщениями. «Алло, ты тут? Тук-тук? Ку-ку? Ты где?» Если вам действительно нужно как можно скорее связаться с другом, просто позвоните ему. Только не начинайте разговор с фразой «А почему это ты мне в ВКонтакте не отвечаешь?» И напоследок еще один важный совет. Общение в сети не отменяет правил пунктуации и орфографии. Старайтесь писать грамотно. Контролируйте свой Т9 и обязательно перечитывайте сообщения перед отправкой. Признавайте, сколько правил вы нарушали. Я думаю, вы сосчитаете и напишите нам об этом в нашем интерактиве во ВКонтакте. Заходи прямо сейчас. После эфира мы опубликуем такой вот необычный опрос. Поэтому пиши и высказывай свое мнение. Ну и не забывай, что проект «Пин-код» интерактивный. Для тебя уже работает наша беседа. Заходи прямо сейчас в группу. Ты ее обязательно найдешь. Называется она «Беседа. Пин-код». Пускай нас будет действительно там очень много. Обсуждай все темы, которые тебя волнуют, с твоими же сверстниками. Вот такое. Мне не нравится слово «сверстники». Ну вот с ними и обсуждай. А еще не забывай, что совсем скоро много сюрпризов будет в нашем эфире. В частности, здесь появится программа «Ужин не нужен» в нашем эфире. Это уникальное шоу, где мы будем учиться вместе с вами готовить молодежные блюда, гости звездные. В общем, много чего тебя ждет. Обязательно оставайся на телеканале «Беларусь-2». А завтра мы уже познакомимся с ведущими этого проекта. Поэтому обязательно присоединяйся к нашим интерактивам. Мы участвуем, все у тебя будет хорошо, мы в этом уверены. Ну и, конечно, не забывай, что огромное количество разных тем для тебя в группе во ВКонтакте наши есть. Заходи, смотри, читай и предлагай свои варианты. Куда бы ты хотел, чтобы наша съемочная группа отправилась? Эта неделя у нас очень насыщенная. В пятницу мы обязательно побываем на шоу мирового масштаба, которое пройдет в Минск-арене и покажем, как же артисты цирка ведут себя за пределами арены, когда они отдыхают и как они готовятся к этому самому шоу. Ну а меня зовут Герман Малышицкий. На сегодня все. Буду с тобой прощаться. Оставайся с «Беларусь-2». Это программа «Пин-код». Всем пока, до завтра. Субтитры подогнал «Симон»!